Самое распространенное, это поездка с двумя адресами за наличные. Придумывается какая-то легенда, там зайти куда-то, там выйти, что-то взять и так далее. А потом поедем дальше, я тебе больше заплачу. И в итоге, конечная точка это промежуточный адрес. То есть оттуда потом никто не выходит. Опытные водители, соответственно, берут, требуют предоплату. Да, я всегда говорю, если едем, денежку оставляете, телефон оставляете, тогда... Наверное, каждый на это попадался, вот каждый. У меня это раз в три, наверное, четыре. Приходит заказ, ты приезжаешь к какому-нибудь зданию Фейсбэк, Смольному, либо... Ну, погоди, вот, такое, ну, как бы серьезное здание, подъезжаешь, там скидывают номер в чате. Говорит, позвоните, пожалуйста, по этому, это пассажир. А звонишь, или там напишите номер свой, или тебе звонят. Короче, связываешься с пассажиром, говорит, слушайте, я его помощник, вот, типа, можете, пожалуйста, на телефон 500 рублей положить, либо, там, ну, купить коньяк, там, конфеты, у него сейчас, там, большое дело, большой договор подписали, типа, он выйдет, вам сверху даст, вот, ну, то есть, не проблем, можете заказ завершить, мы вам, типа, так оплатим. Ну, человек, там, ух, там, типа, наш, 3 тысячи обещает. Да, пошел, купил коньяк, на телефон ему закинул, да, там, и он такой, все, подъезжает обратно, я подъехал, жду, он говорит, ну, говорит, фарту масти тебе. Ну, вы это все делаете, и потом человек просто пропадает. И, как мне, вот, известно от других таксистов, да, от других коллекций, типа, что эти фейсбэшники, они звонят из тюрьмы. Типа, просто, ребята, зэки сидят в тюрьме и вот так разводят таксистов. Фетами и минус деньги. Я понимаю, что я еду на этот заказ, потому что к зданию РОВД, комментарии по таксометру, все, короче, приезжаю. Такое до сих пор есть. Я просто не удержался, я начал, вот, там, собачить. Правильно, правильно, нужно объяснять им, на место стоять. Так же, как вот служба поддержки Сбербанка постоянно звонят, я говорю, ну, я говорю, за твои поступки будут страдать твои дети. У меня было две ситуации, связанные с переводами, когда деньги не поступали. Это телеграм-бот, я думаю, уже, наверное, многие про него слышали. Телеграм-бот.